Губернатор Виктор Томенко Полное интервью читайте на страницах Полиции Бру и Толк Ньюз. А самые интересные моменты здесь можно даже прослушать. 476 миллионов рублей получит Алтайский край с федерального бюджета на обеспечение лекарствами льготников. Распоряжение подписал премьер-министр правительства страны Дмитрий Медведев. На полученные средства регионы закупят лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания. Всего распределено более 31 миллиарда рублей, сообщает полиция Бру. Отметим, что из регионов Сибири самую большую сумму, почти 900 миллионов, получит Красноярский край, 634 – Иркутская область, 626 – направят в Кемеровскую область и 617 – в Новосибирскую. Легендарный хореограф Владимир Васильев поставил спектакль в Барнауле. Премьера знаменитого балетмейстера «Блуждающие звезды» при участии государственного ансамбля песни и танца Алтая, а также скрипача Петра Каменных, состоится 15 января, сообщают аргументы и факты на Алтае. Спектакль создан по мотивам одноименного романа «Шалом Алейхма» и рассказывает об истории любви дочери бедняка и сына провинциального богача. Почему быстрая диета не дают результата и как избавиться от накопленного за январские праздники? Известная бодибилдер Аурико Тергалэ рассказала корреспондентам «Комсомольской правды» на Алтае, что нужно делать, чтобы держать себя в форме. Уроженка Барнаула, победительница множества международных турниров по бодибилдингу, входила в топ-5 фитнес-спортсменов мира. Для приведения себя в форму перед соревнованиями Аурико пробовала очень жесткие ограничения. И здесь, говорит, важно понимать, что они помогут только на короткий период времени и лишь подготовленным людям. Кроме того, экспериментальные методы похудения небезопасны для здоровья. Лучший результат возможно получить от безукоснительного соблюдения плана и, желательно, под наблюдением специалистов. Аурико рекомендует следить, чтобы в рационе присутствовали все нутриенты – побольше углеводов, немного белков, жиров, овощей и, конечно, вада.